В этот раз добрые люди положили дощечки, поэтому я смогу перейти и забрать свою потерю. Надеюсь, что мы снимем продолжение про локальность. И тема сегодняшнего выпуска – мобильная пейзажная фотография, принципы нелокальности. Смотрите, подписывайтесь, будет интересно. Тема мобильной фотографии, пейзажной особенно. Тема сейчас очень актуальна. Многие ищут информацию по этому поводу, в связи с тем, что существует вероятность, что кто-то поедет куда-то. Ну и вообще выберется из дома, наконец. Начнем с самого главного. Самое главное в пейзажной фотографии, мобильной, и не только в пейзажной, а в любой, первое правило – это момент. То есть не объект, а момент. То есть момент выбора, когда вы делаете фотографию. Это ключ. Потому что мобильная фотография – это быстрая фотография. Я не имею в виду отношение только к фотографии на телефоны. Я вообще говорю, мобильная фотография как таковой. А мобильность предполагает быстрое перемещение, быстрое передвижение, быстрое сватывание момента. В общем, вы поняли, о чем? О моменте, да? Момент. Момент истины, можно сказать. Это действительно так. Друзья мои, я вернулся в то место, где Павел падал. Увидел сейчас огромных птиц. Но вернулся я не поэтому. Нелокальность заключается в том, что, в отличие от нашего мира, есть нелокальные какие-то процессы, которые позволяют человеку определить какие-то события. В данном случае я потерял свои полироиды, в которых я снимал очень много лет. И я с удивлением обнаружил, что единственное место, где я смог это сделать, это когда мы перепрыгивали через вот эту канаву. Ну и как вы думаете, прошло несколько дней, я вернулся туда. И что вы думаете? Я думаю, что видно, что Фу Вионыч имеет какие-то навыки нелокальности. Друзья мои, эти очки я приобретал в Котке, в Финляндии, очень много лет назад. Итак, друзья, мы пока двигались в надежде на то, что нелокальность моя будет работать, я найду свои очки. Я подснял еще паучка, ручка и улитку, которая переходила мне дорогу, встречала. Поэтому я сделал макро-режим с земли, фотографию сделал, как ни странно, без всяких штативов. Я сегодня не брал штатив, у меня сегодня Леви Про и Сигма, и все. Ну и замечательная конструкция, которую я соорудил для того, чтобы снимать в лесу. Надеюсь, сегодня будет интересно. Второе правило, которое я бы выделил для пейзажных фотографий и мобильной, это место. Ну, вы знаете, место имеет значение, и в данном случае здесь достаточно такое интересное место, полянка. Но мы с вами переместимся еще в более интересное место. Сегодня отличный свет. Кстати, забегая вперед, могу вас предостеречь, что если вы ищете какие-то птицы-животные в лесу, старайтесь вести себя тихо. Вообще, в лесу принято вести себя тихо, не хрустеть ветками, максимально соблюдать тишину. Это правило тоже. И касается пейзажных фотографий, в том числе и мобильной. Тогда ваши кадры будут интересны. Еще одно правило, когда вы ожидаете объект, и когда чувствуете его рядом. В данный момент я чувствую, что какой-то объект находится рядом. Я еще пока не знаю его. Птицы достаточно чувствительные, поэтому я включил камеру заранее. И вам тоже. И вам тоже рекомендую это сделать. Я вижу сейчас чайки, которые охотятся, прыгают. Попробую сейчас подойти поближе. Что, внезапно рыбака? Пока он меня не заметил, я надеюсь, мои навыки какие-то разведчика оправдают себя. И поэтому мы сейчас сделаем такой интересный кадр. Подойдем поближе, попробуем. Я сейчас уберу камеру и снимем его на фоне за процессом. Находясь в лесу, нужно быть внимательными и не спешить. В данном случае это позволило нам снять интересный кадр, в кадре, в котором будет рыбак в том числе. А сейчас, вот видите, я медленно передвигаюсь, потому что я заметил интересный объект. Сегодня мы будем его снимать, в отличие от вчерашнего дня. Потому что это один из самых красивых грибов. Вы знаете, о чем я говорю. Это мухомор. Он является как и специальным предметом изучения шаманов. И вообще интересный гриб сам по себе. Поэтому будем сегодня его снимать. Итак, друзья, я нахожусь, видите, сзади меня деревья. Но это не случайно. Я нашел необычный ракурс, который можно использовать в мобильной фотографии. Рекомендую вам сделать некий арт. Здесь красивый дубок. Есть мухомор с верхней точки. И мы это делаем на Тиэллиф. Итак, друзья, я нашел то, что нам требовалось. Это настоящий вудланд высокого уровня. Я сейчас подойду, вы сами все поймете, увидите. Я думаю, что вы не останетесь равнодушными к этому. С этой стороны дерево выглядит обычно, как старое дерево. Но с этого ракурса здесь совершенно выдающийся способ восприятия. Это настоящий вудланд, который снимают во всех частях мира. И это того стоит. И здесь, конечно, требуется в мобильной фотографии понимание ракурса. И ракурс имеет ключевое значение. Целое дерево опят. Причем опята это не ложные, это настоящие опята, качественные, которые съедобны. Огромное количество грибов. Куда ни ткни, везде грибы. И здесь грибы, и здесь грибы. И здесь грибы тоже. Везде грибы. Со всех сторон грибы. Друзья мои, сегодня я не захватил с собой штатив свой эндуро. И очень жаль, потому что свет сейчас изумительный. Я, как мог, пытался найти. Ракурс это я нашел. Но в этом месте, где эти ракурсы, деревьев не стоит. Поэтому я снимал с помощью приема натяжения ремня. С помощью каких-то подручных палок, которые здесь торчат. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Но мобильная фотография в этом плане имеет преимущество. Поэтому те кадры, которые я сделал с айфона, я приложу. Вы посмотрите. И в это видео они не войдут. Следующим пунктом, кроме места и кроме момента, конечно, является идея. Здесь заключается не только в каком-то ракурсе компоновки. Но это должна быть история. Историй, как говорится. Поэтому мы с вами сейчас будем делать историю. Это необычное дерево, которое тоже упало. Видите, оно в таком состоянии. Оно здесь растет. Это тоже может являться каким-то вудландом. В данном случае можем попробовать это снять с помощью этого. Приключения в улитковой рощи продолжаются. Но не все же улиткам достанется. Фаввенович тоже хочет попробовать. Красота. Насколько здесь. Чем глубже в лес, тем больше ягоды. Фаввенович, сегодня завтрак. Даже обед, полдник, я не знаю. Сзади меня вдалеке, то, что я и говорил. Чем глубже залазите, тем больше грибов. В LV Pro у меня еще есть такая сумка. На всякий случай. Дальше если посмотреть, там чаще темно. И, казалось бы, туда не хочется идти. Но я вам могу сказать, что наперед. Что раз вы нашли такое место, где, слава богу, когда я ходил и снимал на пленку, кинокамерами, да, были такие времена. С Андреем, если он меня смотрит. У меня есть записи до тех пор, в 90-х годах. Мы тоже ползали по таким местам. Собирали очень много грибов. Всяких разных. Итак, друзья, мы нашли ракурс. Дерево висит над ладой. Это хороший фон, который позволит нам сделать интересный снимок. И мы нашли место. Кроме того, что я набрал полсунки грибов, мы нашли место, где будем снимать. И будем снимать не только на телефон, но и на фотоаппарат. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья мои, я в предыдущем видео упоминал новинку новин от F-STOP, которая позволяет камеру спрятать на ходу в небольшой такой чехол легкий. Легкий, пристегнуть его сюда. Это мне сегодня понадобилось, потому что вы видели, в какую чаще сегодня залазил. И я думаю, что вы учтете это, когда отправляете в лес. Что-то здесь легкие, компактные, не просто большие, тяжелые сумки, а именно легкие компании, которые, сумки, которые делают. Обратите внимание, зайдите на сайт F-STOP, посмотрите новин. Интересно, очень интересно с точки зрения технического решения и как это реализовано. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья мои, я нашел ракурс интересный. Вот здесь вот. И у меня нет штатива. Я хотел поглубже закрыться. И что я сделал? Смотрите, здесь труба проходит. Труба, я покажу вам. Я снимал вот так вот. Вот с этого положения снимал. Вверх тормашками. Это про мобильную фотографию. Видите, какой фавионыш сегодня супермобилен. Я думаю, что вам понравится мое путешествие сегодняшнее. Субтитры создавал DimaTorzok